К слову, я уже делал более глубокий разбор личности Тинькова, в котором также прошелся и по первому интервью с Дудем. В сегодняшнем выпуске я не хочу повторяться со своими предыдущими выводами, но тот выпуск считаю также важным для более цельного понимания. Поэтому рекомендую после сегодняшнего анализа посмотреть и мой старый ролик, чтобы сложить цельный пазл об особенностях и изменениях этой личности. Обычные интервьюеры не так часто любят повторяться с гостями, а каждый раз зовут нового для получения информации. Но у Дудя в последнее время появилась обратная тенденция. Первым был Фейс, который транслировал различный образ и риторику по сравнению со своим первым интервью. Теперь стал Тиньков, который также благодаря одной своей фразе создал ряд вопросов, ответы на которые, видимо, и решил получить Дудя. Я считаю, Путина нужно помазать на царство, сделать его царем. Главные вопросы, которые буду ставить в рамках этого разбора. Получилось ли у Дудя добиться от Олега ответов на свои вопросы? Почему Тиньков, несмотря на неполноту своих ответов, понравился многим людям? После этого интервью закрыл словно гештальт. И как беседа чуть не вышла из-под контроля? За всю свою карьеру Тиньков не обладал особой сдержанностью. Он порой достаточно резко бы сказывался по какому-то вопросу, и после этого это негативно сказывалось на его бизнесе. Например, один из самых громких случаев по поводу продажных блогеров. Они все блогеры, блядь, за бабки маму родную продадут. После чего многие объявили банку бойкот. Такое поведение для бизнеса несет риски. Каждой большой компании существуют люди, которые следят, чтобы работа других была качественной и помогают найти решение проблемы. Подобные функции есть даже в IT-сфере. Их называют инженерами по тестированию. Они ищут ошибки и уязвимости в новых сайтах и приложениях, чтобы с ними не столкнулись пользователи. Это очень важно, так как выпуск плохо проработанного приложения или сайта в массы влечет за собой большие финансовые и репутационные последствия. Если вам кажется подобное направление интересным, то SkyPro онлайн-университет рентабельного образования проводит обучение, где вы можете овладеть подобной профессией. Сейчас расскажу подробнее. Обучение проводится онлайн на протяжении 7,5 месяцев по 10 часов в неделю. Можно учиться и в удобное время, совмещая со своей текущей работой. С 5 месяца уже можно искать работу. За время обучения вы получаете 4 проекта в портфолио, диплом гособразца, обратную связь и поддержку от куратора, подготовку к собеседованию и трудоустройству. Главная цель SkyPro не просто вас обучить, но и трудоустроить. Поэтому карьерный центр поможет вам составить резюме и подготовиться к собеседованию. Данная профессия сейчас одна из самых востребованных. По данным карьерных сайтов Junior, тестировщики получают от 60 тысяч, а специалисты от 100 тысяч и выше. Записаться на курс вы можете, перейдя по ссылке в описании. А с промокодом MENTAL вы получите 10% скидку на все курсы SkyPro. Подавайте заявку и менеджеры вас проконсультируют. А мы продолжаем разбор. Начнем с того, каких целей Тинькофф и Дудь пытаются достичь при помощи этого интервью. Основные задачи Дудя, на мой взгляд, раскрыть личность бизнесмена и получить ответы на вопросы по его позиции, которая подверглась изменениям за последнее время. Дудю предстоит задать не самые удобные вопросы, но при этом и не переборщить, чтобы сохранить конструктивный и искренний формат интервью. Тинькофф же хочет высказаться и объясниться перед общественностью, которая обвиняла его в противоречиях по сравнению, опять же, первому интервью. А судя по тому, как эмоционально он отвечает на некоторые из вопросов... Я говорил очень смелые вещи, что вы еще от меня хотите? ...они вызывают у него большой дискомфорт. Мы видим это в самом начале интервью. С Юрой я хочу просто гишев закрыть, потому что с этим императором и все такое. Подзъебала эта тема. Когда Юра приедет, Юра через 5 часов приедет. Я должен ему это все рассказать. Почему же Тинькоффу так важно объяснить свою позицию по многим острым вопросам? Почему его, как и каждого человека, заботит, что о нем подумают другие люди, если неправильно его поймут? Есть одно интересное исследование, которое частично объясняет этот феномен не только у Олега Тинькоффа. С этим может столкнуться и каждый из нас. Британские ученые провели исследование, при помощи которого они пытались понять, как на нас влияет мнение социума. Участникам исследования дали послушать музыку и высказать свое мнение о ней. Затем им показывали оценки этих же композиций экспертами и фиксировали изменения мозговой активности участников при помощи МРТ. Ученые заметили, что каждый раз, когда мнение участников совпадало с оценкой критиков, активировалась система вознаграждения мозга. Таким образом, осознание людей, что их мнение совпадает с мнением людей, которые разбираются в музыке, способствовало выделению гормона счастья – дофамина. Этот гормон у нас также выделяется, если мы вкусно едим, занимаемся любимым хобби или проводим время с близкими людьми. Теперь, когда мы поняли, какие цели стоят перед Дудем и Тиньковым, давайте посмотрим, как свои цели достигает Юрий. Чтобы получить ответы на нужные вопросы, он старается правильно выстроить коммуникацию с гостем. Общение Дудя с некоторыми гостями может напоминать определенное противостояние мнениям, например, как это происходило с Михалковым или Киселевым. Но с Тиньковым такого нет. Их беседа мне напоминает греблю на коной, где оба спортсмена должны синхронно грести веслами, чтобы сохранять ровную траекторию движения, не сойти со станции и успешно добраться до финиша. В эффективном общении существует такое понятие, как коммуникативное равновесие. Оно бывает двух видов – горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное коммуникативное равновесие – это выполнение в соответствии с принятыми в обществе правилами роли равного по степени знакомства, по возрасту, по служебному положению, по социальному положению и так далее. То есть это значит оправдывать ролевые ожидания равных тебе, говорить с ними в рамках принятых в обществе правил вежливости и уважения. То есть говорите на равных. Вертикальное коммуникативное равновесие связано с соблюдением норм общения, принятых для лиц, находящихся в неравных отношениях по вертикали. Начальник, подчиненный, старший, младший, занимающий более высокое служебное положение, занимающий более низкое служебное положение. То есть общение как бы сверху вниз. Судя по фразам Олега Тинькова, его реакцию на слова общественности «Что вы еще от меня хотите? Выйти в Кремль там с плакатом?» Ему комфортнее выстраивать со всеми диалог с позицией горизонтального равновесия. Тем самым аудитория наоборот ставит его в высокое социальное положение, выстраивает вертикальное равновесие. Во-первых, я себя не вижу такой фигурой. Я сказал, кто-то что-то... Я вообще, кстати, искренне считаю, что Путин, скорее всего, даже не понимает, что я существую. Ну, скорее всего. Но он расслышал, что Тиньков где-то есть. Это не так устроено. Они там в космосе где-то. Именно поэтому коммуникация не является для них эффективной и возникает определенный конфликт. Зрители Тинькова понимают, что у него есть возможность влиять на события. Его голос отличается от голоса рядового человека, а потому хотят, чтобы он формировал общественное мнение. Что в целом справедливо. Сам же Олег не желает общаться с позицией вертикального коммуникативного равновесия, а потому соглашается поговорить с Дудем, который его к этому не принуждает. Юра, я ошибся. Вот. Давай тогда, чтобы просто поровну было. Для достижения своих задач Дудь при разговоре с Тиньковым использует прием, который напоминает метод Сократа. Это распространенный метод в подобных формах ведения диалога, при котором один из собеседников пытается найти противоречия в словах и действиях другого. Данный прием часто используют журналисты, ведь в этом случае человеку придется более подробно объяснить свою позицию и рассказать, почему он думает так, а не иначе. Ты говорил, что никогда не коллаборировал с Кремлем, но при этом у тебя были близкие отношения с Дмитрием Песковым. Куча фотографий, вот-вот-вот, и даже твои комментарии про то, что вот бы все чиновники были такие, как Дима. Таким образом, Дудь в своем вопросе показывает, что слова Тинькова о том, что он не имеет никаких дел с Кремлем, противоречат его действиям, а именно дружбе с Песковым. Хоть и тот оправдывает его дружескими связями, а не деловыми. В одном из моментов интервью мы можем заметить, что Дудь один раз увлекся поиском противоречий. Рассмотрим реакцию Тинькова, когда Юрий в очередной раз выяснял у бизнесмена подробности про его размышления о президенте, которыми он поделился на прошлом их интервью. Давайте обратим внимание на этот отрывок. Смотри, ты просто представь то же самое интервью. То есть предъявлять мне чего-то, это вообще, конечно, как верх кощунства. Когда человек хотя бы что-то делал, ему теперь предъявляют, что он мало делал. Ну Галицкий вообще ничего никогда не сказал, ваш герой. Вообще, б***ь, никогда он ничего никогда не сказал. И сейчас молчит. Понимаешь? Ваш герой Галицкий, че ж он молчит-то? Че он сказал? Ну это п***ец какой-то просто. Ну сколько можно? Как я говорил ранее, то чтобы доплыть на кону и до финиша, и не менять ракурс, нужно двигаться спокойно и размеренно. Но в один из моментов их курс все же претерпевает изменения. И если все не стабилизировать, можно врезаться в какие-нибудь камни или награждения. Мы можем понаблюдать, как накаляется обстановка из-за того, что Дудь продолжает нахватить противоречия в словах бизнесмена. Тиньков повышает голос и перекрикивает Дудьа, мы слышим от него обвинение в сторону другого человека. Ну Галицкий вообще ничего никогда не сказал, ваш герой. Вообще, б***ь, никогда он ничего никогда не сказал. В его речи появляется больше ненормативной лектики, а жестикуляция становится более активной и эмоциональной. Даже видим, что в один момент он начинает передразнивать тех, кто положительно отзывается о Галицком. Складывается впечатление, что в этот момент Тиньков не способен мыслить рационально. Зрители смотрят интервью из-за подобных эмоциональных моментов, поэтому они будут внимательно наблюдать за тем, как реагирует Тиньков на неудобный вопрос. По этой причине Юрий не останавливается и продолжает оказывать определенное давление на него. Представь то же самое интервью, но без фразы про императора. И не было этих предъяв. Ведь мы помним, что цель Юрия оставить минимальное количество вопросов и максимально раскрыть гостям. Он говорит, что если бы Тиньков не сказал эту фразу, то не было бы всей этой ситуации. И мы снова видим признаки того, что Тиньков выходит на эмоции и начинает мыслить иррационально. Он повышает голос, перебивает Юрия и повторяет, что он ошибся несколько раз. Я ошибся, я ошибся. Я считаю, что России нужен царь искренне и нам лучше всего приживется монархия, как это было много-много лет. Ну, во всяком случае, насколько я там помню, там... На примере этих отрывков мы можем заметить, что эмоционально возбужденный человек говорит бессвязно, не совсем логично, с речевыми ошибками и плохо понимает обращенную к нему речь. Он обращает внимание лишь на отдельные, обычно наиболее громко произнесенные слова собеседника или слова, заключающие реплику. Соответственно, эмоциональное состояние Тинькова мешает достижению целей Дудя в рамках интервью. Юрию необходимо перенаправить диалог в конструктивное русло и как-то урегулировать назревающий конфликт. Несмотря на то, что журналисту важно выяснить ответы на те вопросы, которые интересуют публику, ему также важно сохранить хорошее отношение с гостем, иначе беседа будет некомфортной и интервьюруемой, не будет легко идти на контакт, а значит и журналист не достигнет своих поставленных задач в полной мере. В этот эмоциональный момент Юрий использует следующий психологический прием. Давай тогда, чтобы просто поровну было. Рекламной интеграцией в том выпуске была реклама блогера-трансформатора. Я просто хочу сказать, что я считаю ошибкой. Да, я считаю это ошибкой. Мы видим, что Дудь, чтобы разрядить ситуацию, рассказывает о собственной ошибке. Сложно сказать, осознанно он это делает или нет, но это очень хорошо срабатывает. Во-первых, для Юрия это еще один шанс извиниться за неудачную рекламную интеграцию, добавить себе очков репутации. Во-вторых, это помогает поддержать связь с Тиньковым. Он показывает Олегу, что они похожи между собой. И в-третьих, люди, способные признавать собственные ошибки, кажутся нам более привлекательными личностями. Тем самым он убивает одним махом сразу несколько зайцев. Подобный прием не импровизация, а вполне рабочий психологический механизм. Почему нам нравятся люди, способные признать свои ошибки? Американский психолог Роберт Фрейджер в своей книге «Личность. Теории. Упражнения. Эксперименты» пишет, что одной из причин одобрения людей группы является то, что люди могут принять и одобрить самих себя, в том числе и свои недостатки. Кроме того, Фрейджер пишет, что чем больше человек подходит к соответствию, тем легче ему обрести ментальное здоровье. Пока человек не признает свои ошибки и недостатки, он не сможет увидеть альтернативные паттерны поведения. Юра, я ошибся! Мы видим, что Дудю удалось урегулировать ситуацию. Тинькофф расслабляется и с улыбкой протягивает Юре руку. Между ними происходит жест, который символизирует доверие, гарантию добрых намерений и проявление уважения, рукопожатие. Их беседа снова идет в правильное конструктивное русло. Еще одно очко в пользу коммуникативных навыков Дудя. Мы можем увидеть, как эта психологическая особенность работает не только на примере Дудя, но и на примере самого бизнесмена. В интервью Тинькофф несколько раз признает свои ошибки и извиняется перед аудиторией. Я великий грешник. Господи, спаси меня и помилуй. Дай Бог мне умереть без грехов. Попробуй успеть причаститься и исповедоваться перед смертью. Я великий грешник. На этом я бы хотел закончить интервью. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все. Вероятно, его зародил пример Дудя. Либо это искренний порыв. Но справедливости ради, стоит отметить, что порой извинения были где-то искусственными, которые намеренно пытались поставить точку в обсуждаемых вопросах и не создавать лишний эмоциональный накал. Однако в результате, судя по всему, искренняя часть извинений хорошо сработали. И мы можем понаблюдать, как это подействовало на аудиторию. Многие написали положительные комментарии о том, что Тинькофф изменился в лучшую сторону и добрые пожелания. Однако Олег отличается от некоторых других костей Дудя не только тем, что он умеет признавать свои ошибки, но и тем, что то, как он неосознанно выходит за границу формата интервью. Иногда Тинькофф сам задает вопросы своему интервьеру. Я ссыкло или я не ссыкло? Вот что мне, как мне с этим жить? Подскажи мне. Вот что мне делать? Мне перестать общаться с моими однокашниками? Я должен с ними прекратить общаться. Ты спрашиваешь? Да. Почему же Олег тогда задают вопросы Юрию? Ну, во-первых, наверное, от неполного понимания, а во-вторых, на мой взгляд, более значимые факторы, то, что в его лице он хочет найти поддержку своей точки зрения, а где-то служит снижением зоны ответственности, когда аргументов кажется недостаточным. Американский психолог, специалист по тревожностям, доктор Вэб пишет, что поддержка помогает нам снизить стресс. И Тинькофф на протяжении интервью получает, отдадя поддержку. Обратите внимание на то, что уровень стресса у него снижается, он оживляется, жестикуляция становится менее жесткой. Мы можем услышать радость в его голосе. По этой причине Дудь там, где это возможно, поддерживает своего собеседника, чтобы снизить общий уровень тревожности в обстановке и сформировать более сильную эмоциональную связь. Как следствие, Дудь получает ответы на нужные вопросы. Получилось ли у Дудя раскрыть личность Тинькова? Очевидно, что да. Несмотря где-то на эмоциональность, где-то на недостаточные ответы, он был открыт и выражал свою позицию так, как мог. В интервью мы увидели, как работают определенные коммуникативные приемы, которые помогают разряжать и стабилизировать ситуацию для конструктивного диалога. Понятно, что у них сформирована взаимная лояльность друг к другу и точки зрения в большей степени совпадают. Поэтому тут нет места явным конфликтам. Тиньков показался искренним. Он поведал о своей истории болезни. О том, что он находится в ситуации, когда ему фактически терять уже нечего. И у него нет причин увиливать. Как минимум то, что он не является уже такой большой фигурой, а живет спокойной дачной жизнью, располагает к людям. Своего рода это интервью стало походом к психологу для Олега Тинькова. Сегодня у нас прям исповедь. Он смог высказать все то, что хотел, поделился тем, что переживал. Моменты своеобразного допроса успешно вырулены Дудем и сошлись на нет. А значит и уровень стресса снижен. Получилось ли у Дудя и Тинькова добиться тех целей, что они ставили перед собой на интервью? Ну, уже решать вам. Интервью вышло долгим и подробным. И безусловно, я не смог бы рассказать все, что можно было. В комментариях вам никто не запрещает поделиться тем, что заметили вы. А в своем телеграме я различаю больше информации о разных психологических и коммуникативных приемах. Например, как объятия помогают снизить стресс. Может ли язык тела придать уверенность. Как распознать неискренность. Как нецензурная лексика влияет на наше состояние. Как низкие коммуникативные навыки влияют на наше здоровье. И многое другое. Переходите по ссылке в описании. Пополняйте свой бэкграунд в теме коммуникации, чтобы становиться эффективнее. Также напоминаю, что в ссылках в описании вы найдете сервис Boosty по подписке, где я размещаю различные полезные материалы по теме коммуникации. Также сервис, где вы можете задать интересующие вас вопросы, получить гарантированный ответ. Свою роду такая краткая консультация. Ну и в целом все самое интересное я размещаю, как правило, в описании. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. До новых встреч. И пишите в комментариях, что вам интересно, что я бы разобрал. Субтитры сделал DimaTorzok